Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 25 мая, и вот какие новости принесла Сорока на хвосте. Их несколько, но хотелось бы мне подробно остановиться только на одной. На мой взгляд, это очень существенное и характерное событие, которое произошло на ушедшей неделе. Власти разрешили, а собственник в мгновение ока снес дом 62 на улице Свободы. Дом деревянный, как пишут специалисты, с оригинальными наличниками. И вот что хотелось бы на эту тему сказать. Мы приезжаем в другие страны и буквально прям писаем пару в потолок от их архитектуры, от их старины, но свою, свою не бережем. Может быть это где-то в других городах происходит, но не в Рязани. И началось это, конечно, не при Николае Любимове и его команде. Началось это гораздо раньше при варягах, я так их называю, которые управляют Рязанской областью вахтовым методом. Сначала Шпак, там чуть-чуть было. А потом всем известный любитель железобетона, строитель Ковалев. Это при нем началась очень активная застройка центра Рязани. Она продолжается и сейчас. Если вот так посмотреть, ну к примеру, приезжаю я в Калугу или в Ростов. Меня с этими городами, в принципе, никакие родственные узы не связывают. Приезжаю в качестве управленца. Мне предлагают определенную сумму и возникает дилемма. Либо я беру эти деньги, или даже не деньги, а какие-то преференции мне обещают. Я соглашаюсь на эти преференции и иду на поводу у строительного лобби. Либо, пометуя о том, что здесь будут жить мои дети, внуки, правнуки, не соглашаюсь. Картина ясна. Если человека ничего не связывает с тем местом, где он живет, то он подсознательно, сознательно, психологи, если я не прав, меня поправят, он ощущает себя все-таки пришлым человеком. Он не стоит твердо на земле. Здесь нет вот этих корней, о которых сказал Александр Сергеевич. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Ну а где? Где наши славные добровольцы культуры? Где наш общероссийский народный фронт? Что-то я не вижу, что они встали на защиту культуры. Да, у нас нет таких красивых каменных домов, как где-то в Италии или в Германии, где я жил. Кстати, о Германии. Я там жил. И вот однажды мы справляем день рождения моей дочери. Выпили по несколько рюмок чаю. Это были 80-е годы прошлого века. И немец меня спрашивает. На стенах ковры висят. И он меня так спрашивает. Осторожно. Это извечный немецкий вагон. А почему у вас, Павел, на стене висят ковры? Я же не скажу, что так принято показать свою состоятельность в Советском Союзе было. И тут мне мысль сразу приходит. Я говорю. Ты знаешь, Клаус, у нас же холодно. Морозы, русские морозы. И вот еще с давних времен наши предки укрепляли, утепляли стену вот таким образом, коврами. И он сказал. Это прекрасно. Вы храните традиции своих предков. Так вот, теперь мы их не храним. У нас нет ковров на стенах. На стенах. Но у нас, собственно, теперь уже в центре города и нет этих деревянных стен. И возвращаясь к добровольцам культуры, приезжал замечательный писатель. Я считаю, не менее замечательный человек Захар Прилепин. В качестве добровольца культуры. Рязань это его родная земля. И я думаю, каким-то образом вот этот вот видеоролик все-таки дойдет до него. И он своим ярким, сочным языком это прокомментирует. Тем более, что по его инициативе, как мне буквально вчера, после того, как я выложил статью эту в интернет о сносе дома, сообщили, что на столе у губернатора, помимо бумаги, защищающей исторический центр города Рязани, лежит еще и письмо самого Захара Прилепина. Ну что ж, на этом пока все. Поставим многоточие. Сорока принесет еще новостей на хвосте. А пока берегите себя. Пандемия коронавируса еще не закончилась. Сидите дома, чтобы не оказаться в больнице. Всего доброго.